дорогие друзья шалом сейчас наверно дам вам маленький комментарий на вопрос дресс-код многие люди смотрят онлайн наши передачи и видят некоторые одевают талиты некоторые нет некоторые более в короткой одежде одеты некоторые более длинной хочу сказать так писание говорят о скромной но хорошей одежде и креативной одежде вы знаете современное общество достаточно расслоенное и тенденции моды часто меняются и я думаю что я в качестве руководителя мессианской общины нахожусь в том же положении как и многие руководители других общин или постара церквей или лидеры разных организаций когда ты чувствуешь себя немного скованным в том чтобы говорить вот так одевайтесь или иначе одевайтесь потому что народ сейчас стал достаточно свободен вместе с тем писание учат нас о том чтобы наша одежда была скромна и не провоцировала других людей покрытие головы не покрытие головы эта тема достаточно объемная и широкая в одном месте апостол павел говорит что покрывайте голову и эта традиция достаточно четко вплетена в традицию ортодоксального иудаизма и ортодоксального мусульманства когда женщины покрывают голову и это связано с текстом бытие 6 главы там где по традиции толкования говорят что малахей шарет или служебные ангелы были соблазнены красотой женских волос и сошли с небес и начали грешить с женщинами и павел говорит покрывайте голову от ангел это одно из толкований есть еще несколько толкований я склоняюсь к этому толкованию думаю что после воскресения еще из мертвых в духовном мире что-то изменилось и некоторые другого духовные силы работают несколько иначе поэтому мы здесь предоставляем свободу женщинам и их мужьям решать своих семьях как они хотят и поэтому некоторые у нас покрывают голову женщины некоторые нет я как бы опять повторюсь я в позиции пастора не хочу навязывать какие-то вещи пожалуйста каждый пускай делает так как чувствует советую одевать талит как вы знаете но во время богослужения но в других случаях там кипа это более свободная такой дресс-код который пришел несколько веков назад всего лишь еврейскую культуру поэтому некоторые люди чувствуют себя так некоторые иначе не хотел бы заостряться надо над этим вопросом главное что в сердцах наших было и рада донай страх господень это намного более важным и вы знаете особенно для критикующих не нас а вообще кого угодно вы знаете очень легко критиковать придраться можно к чему угодно важно уметь иметь самоконтроль для себя самого потому что в конечном итоге очи господа обозревают всю землю ищут нас наше сердце и наше состояние поэтому еще раз пожелаю всем одеваться скромнее но главное чтобы скромность и красота духа были в наших сердцах благословений вам с уважением шавей цион